Здравствуйте! В эфире финтаймцы Карбарен. Веду его я, Ниги Арахманова. Говорить сегодня будем об экономическом потенциале Губинского района. Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на открытии автомобильной дороги Губа-Гонахкент. Ее протяженность 46 километров. Необходимо учитывать, что горный рельеф несколько усложнил строительные работы. Однако теперь сдача в эксплуатацию данной автомагистрали обеспечит удобное передвижение 68 тысяч человек. К тому же данный маршрут в разы сократит время транспортировки товаров и позволит нарастить туристический поток. В этом плане облегчается передвижение людей, позволяет короткий срок доставить свои сельхозпродукции и расширяется туристическая возможность региона. Это особенно плюс горно-ширванского экономического района. Дополнительное будет в будущем, если еще соединить эту связь с внешним миром, более эффективно создаст доступ к внешним коридорам. Раньше дорога была, она не соответствовала нынешним реалям. Она вообще была длительное время, не ремонтировалась. Почти что грунтовая была. И от Гонахкент до Губы добирали за два часа с трудностями. Сейчас ее реконструировали под некоторые участки третьей категории дороги, некоторые четвертой категории. И сократилось время пути до 45 минут. Это чувствительно и это очень сильно даст импульс для развития Гонахкента в туристическом плане. В целом в развитии экономического потенциала району важную роль играет транспортное географическое положение. Через него проходят магистральные железные и автомобильные дороги, соединяющие Азербайджан с Российской Федерацией. Губинский район является составляющей частью губа Хачмазского экономического региона. Общая протяженность автомобильных дорог в экономическом районе превышает 1880 километров, что составляет почти 8% автомобильных дорог республики. К примеру, общая стоимость автодороги Баку-Губа протяженностью 208 километров составляет больше 490 миллионов долларов США. Географическое расположение на севере дает губинскому району ряд преимуществ. Например, он привлекает большое количество туристов. Только в Губе находится 51 объект для размещения путешественников. Посетители район привлекают своей природой и этническим разнообразием. Туристы любят посещать селение Тенгялты, где находится знаменитый водопад Афурджа, и селение Гачреш, известное многочисленными зонами отдыха, которые расположились в густом лесу. Большой интерес для путешественников также представляет Красная Слобода, самое компактное поселение евреев за пределами Израиля, где горские евреи проживают на протяжении веков, а также деревня Грыз, где проживает Грыз заодно из национальных меньшинств Азербайджана. Сейчас, 15 декабря, фактически в Азербайджане стартует зимний туристический сезон, и мы думаем, что Губа-Гусарский регион станет одним из самых популярных направлений, с учетом того, что там находится еще и зимний комплекс Шардах. Губа великолепна просто для туризма, и в Губе, кстати, есть люди, которые умеют принимать туристов, то есть эта дистанция не новая, она имеет большие традиции приема гостей. Перспективы Губы есть и в сфере сельского хозяйства. Губинские яблоки известны своими прекрасными вкусовыми качествами. Кроме яблок, здесь выращивают различные сорта груш, черешни, вишни, слив, абрикосов, персиков, а из овощей выращивают помидоры, капусту, лук, огурцы, морковь и свеклу. Специализация сельского хозяйства и размещения населения сильно зависит от климатических условий и рельефа. На равнинах выращивают овощи, виноград и пшеницу, а в предгорьях фрукты и зерновые. В горах занимаются животноводством. В целом Губа, Хачмасский экономический район составляет более 12% всей овощной продукции республики. Это одна из важных баз, снабжающих население страны овощной продукцией в консервированном и свежем виде. Мы экспортируем из Кубы яблоки в Россию, в Украину, в Грузию. В данном случае мы с этого года начали экспортировать яблоки. И еще мы, значит, в Молдову. И в ближайшее время пытаемся найти географию экспорта яблок. Еще ищем дополнительные сферы сбыта. Но в то же время у нас очень большой урожай черешни, у нас очень большой урожай круши. Очень большой урожай получается сейчас современных садов киви. Как ни странно, киви тоже уже который год нашло свое место в рынке сбыта именно в сельской продукциях, которые выращиваются в Кубинском районе. К тому же открытие Губа Аббат в Факторе позволит увеличить занятость среди губинского населения. А также сыграет роль торговые площадки. А я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на CBC и следите за новостями. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова